Всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Саша, и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня у нас с вами будет довольно-таки полезное видео, потому что меня часто спрашивают о том, что такое Таобао, как с него заказывать, почему я там так часто заказываю вещи, стоит ли вообще там заказывать, какие есть преимущества у Таобао. И на все эти вопросы я постараюсь ответить в сегодняшнем видео, надеюсь, что мой опыт вам будет полезен. Ну а перед тем, как мы перейдем к разбору сайта, я хочу попросить вас поставить пальчик вверх на это видео, потому что когда вы ставите мне лайки, мне становится очень приятно, у меня поднимается настроение, а когда вы еще и подписываетесь на мой канал, я вообще просто на седьмом небе от счастья, а еще если вы напишите комментарий, то я вообще умру от радости. В общем, вам не сложно, мне приятно, ну а мы, собственно, переходим к самой теме видеоролика. Итак, что же такое Таобао? Таобао это что-то вроде Алиэкспресса, только в несколько раз больше. И Таобао направлено конкретно на внутренний рынок Китая, то есть, чтобы заказать оттуда что-либо в другую страну, вам нужен посредник, потому что напрямую, к сожалению, так же просто, как на Алиэкспрессе, ничего оттуда не заказать. Пожалуй, поиск посредника это самое сложное, наверное, во всем шоппинге Таобао, потому что посредников есть много, посредники есть разные, посредники есть хорошие, есть нехорошие, есть надежные, есть ненадежные, есть дешевые, есть дорогие. В общем, их действительно очень-очень много, есть просто посредники, которые работают сами на себя, сидя у себя дома, например, есть также и целые огромные команды, сайты есть специальные, которые занимаются посредничеством и доставляют посылки с Таобао. И сегодня я как раз-таки хотела бы рассказать вам про один из таких вот сайтов посредников, называется он YoBuy, вроде бы так это читается. Я думаю, вы не раз слышали про этот сайт, он действительно довольно-таки известный, я уже пару раз заказывала оттуда вещи, в принципе, все мне приходило, правда, иногда бывает доставка долгая, но, в принципе, там служба поддержки работает хорошо, поэтому, если есть какие-то проблемы с доставкой, то можно всегда им написать и вам ответят. Единственное, служба поддержки там на английском языке, поэтому вам либо нужен переводчик, либо знание английского языка, но, в принципе, там довольно-таки простые формулировки предложений, поэтому можно с легкостью понять, что от вас хочет посредник, а посредник с легкостью поймет, что от него хотите вы. Принцип работы сайта очень простой, вы находите на Taobao понравившиеся вам вещи, копируете на них ссылки, вставляете их на сайте YoBuy, далее вам подсчитывают, сколько будет стоить эта вещь, сколько будет стоить доставка, потом вещи отправляются на склад YoBuy, там вам подсчитывают, сколько будет весить ваша посылка, сколько за нее выйдет пересылок. Пересылка посылок с Taobao рассчитывается, исходя из общего веса посылки, то есть, чем больше товаров вы берете, чем тяжелее посылка, тем дороже будет доставка, хотя, на самом деле, если брать достаточно много вещей, то в целом это может выйти намного дешевле, чем если заказывать парочку мелких вещей. Про свой опыт покупок с Taobao я расскажу вам дальше в видео, но сейчас мы закончим разбираться с сайтом YoBuy. Итак, вещи приходят на склад, там вам их собирают в одну посылку, подсчитывают, сколько это будет весить, сколько вам нужно будет отдать за доставку. Кстати говоря, когда вещи приходят на склад за дополнительную плату, вы можете попросить, чтобы вам сделали фотографию ваших вещей, чтобы вы точно были уверены в том, что вам пришло именно то, что вы заказывали. Ну и, в принципе, после того, как посылка будет сформирована, вам ее отправляют, выдают трек-номер, и остается только лишь ждать посылочку. Как я и говорила в самом начале видео, это может занять некоторое время, бывают посылки приходят достаточно быстро, бывают они задерживаются на довольно-таки долгое время, но в целом рано или поздно всем посылочки доходят. Итак, с сайтом мы немножечко разобрались, теперь давайте поговорим о моем опыте покупок с Taobao. Впервые я попробовала заказывать с Taobao примерно в 2017 году, когда я делала косплей на Хацун и Мику. Дело в том, что на Алиэкспрессе не было ни париков на эту версию Мику, ни обуви, все это было только на Taobao, и поэтому варианты такие, что вариантов нет, как говорится, мне пришлось попробовать Taobao. Честно говоря, первый раз заказывать было довольно-таки страшно, потому что ничего не понятно, все на английско-китайском, непонятно, что там когда придет. Ну, в общем и целом, мне все дошло, у меня получился отличный косплей, и после этого я стала довольно-таки часто заказывать всякие аксессуары для косплея, также одежду, потому что на Алиэкспрессе хоть и большой ассортимент разных вещей, но все равно там чаще всего нет того, что тебе нужно, либо оно стоит очень дорого. Так, например, обувь для косплея на Алиэкспрессе может стоить от 2 до 5 тысяч рублей, да, за самые простые туфельки на Алиэкспрессе вы можете отдать 3,5 тысячи рублей, 4 тысячи рублей, в то время как на Тао Бао эта же пара обуви может стоить, ну, тысячу рублей, ну, там, полторы тысячи рублей, но не больше. Это же касается и каких-то крупногабаритных костюмов, крафта, например, какое-то платье на Алиэкспрессе может стоить 10 тысяч рублей, на Тао Бао оно будет стоить 6 тысяч рублей, и в таком случае, конечно же, будет выгоднее заказать на Тао Бао, потому что, ну, если на Алиэкспрессе брать фуллсет на какого-либо персонажа, то вместе с париком, обувью, всеми аксессуарами образ может обойтись, ну, тысяч в 20 запросто, а так на Тао Бао этот образ может обойтись, ну, тысяч в 10, там, плюс-минус пару тысяч рублей еще. Когда я покупаю себе какие-то вещи с Тао Бао, я обычно заказываю сразу много всего, потому что, как я и говорила раньше, чем больше вещей вы берете, тем выгоднее получается доставка. Так, за целую кучу вещей я могу отдать за доставку около, ну, двух тысяч рублей, но, в принципе, если учесть то, что в этой одной посылке может находиться сразу вещей 6-7, то это довольно-таки дешево считается, потому что, если, допустим, взять один парик и одну кофточку, вы отдадите за доставку, ну, примерно тысячу рублей за две вещи, и это как бы совсем невыгодно, поэтому лучше всего брать сразу много вещей, но я не советую брать вам именно мелочевку, такую, как брелочки, различные украшения, всякие чулочки, носочки, вот такое лучше брать действительно на Алиэкспрессе, потому что на Тао Бао это, во-первых, не стоит настолько дешево, чтобы прям вот на Тао Бао это заказывать, а во-вторых, оно может потеряться, может как-то там еще, короче, я не советую вам заказывать всякую мелочевку, лучше брать что-то именно крупное. Также Тао Бао мне нравится тем, что там намного больше выбора костюмов, чем на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе представлено всего лишь несколько брендов и какие-то просто отдельно взятые магазины, в которых иногда там рандомно как-то встречаются костюмы на персонажей с непонятными отзывами, с ненастоящими фотографиями, которые, кстати говоря, чаще всего продавцы с Алиэкспресса берут как раз-таки с сайта Тао Бао, да, поэтому если вы занимаетесь косплеем, то намного выгоднее и намного удобнее будет заказывать костюмы как раз-таки с Тао Бао, потому что там действительно очень огромный выбор костюмов, как на популярных персонажей, так и на не очень популярных персонажей. В 90% случаев то, что на фотографиях у продавцов с Тао Бао, приходят и вам. Помимо косплея я также часто заказываю там и вещи, просто обычные вещи для повседневной носки, потому что, во-первых, на Алиэкспрессе эти вещи могут стоить в два раза дороже. Да, бывает такое, что мне понравится какая-нибудь толстовочка на Алиэкспрессе, и там она стоит 3,5 тысячи рублей, а на Тао Бао эта же толстовка может стоить, ну, тысячу рублей, там, 1300 рублей. Поэтому, да, я довольно часто заказываю себе вещи для повседневки, плюс на Тао Бао есть такие бренды, которые не представлены на Алиэкспрессе, или же, если они там представлены, то они будут стоить намного дороже, чем на том же самом Тао Бао. У меня большая часть, пожалуй, вещей в моем гардеробе это как раз-таки вещи с Тао Бао. И сейчас я хочу вам показать несколько моих недавних покупочек, которые я совершала с сайта Тао Бао. Буквально вчера я получила вот такой вот пакетик с двумя вещами от моего любимого бренда с Тао Бао, называется он Бобон 21, наверное, так это читается. У них действительно очень классные вещи, очень качественные, да, они довольно-таки дорогие, если учитывать то, что это китайские вещи, вот, и на Тао Бао, в принципе, можно найти вещи намного дешевле, чем у этого бренда, но все же цена оправдывает качество, мне очень нравятся и дизайны, они делают вещи такие, знаете, миленькие, но в то же время не супер детские, то есть, как бы, ты их надеваешь, ты вроде выглядишь как взрослая солидная дама, но при этом мило, вот, мне очень нравится такой стиль, поэтому вещи от Бобон 21 это просто то, что мне нужно. Ну и качество, да, тоже очень хорошее, вот, я заказала себе от них такую вот курточку, вот такая вот она прикольная, наружная часть куртки сделана из замши, а внутренняя из такого мягкого-мягкого приятного меха, качество, ну просто шик, строчки все ровные, швы аккуратные, нитки никакие не торчат, в общем, ну, сделано все просто идеально, этикетка, смотрите, какая красивая, по размеру тоже все очень четенько подошло, размерные сетки у этого бренда точные, поэтому я никогда, в принципе, не сомневаюсь по поводу того, подойдет мне вещь или нет, потому что вот всегда, когда я что-то у них заказываю, у меня все приходит четенько, очень миленькая курточка, скорее бы уже настала такая погода, чтобы можно было ее куда-нибудь носить. И вторая вещь из этой посылки, это, 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 боже, посмотрите на этот пакетик, как это красиво, здесь какой-то замок с балериной, блин, очень миленько. Такая вот укороченная кофточка, ее я заказывала себе под сарафан от этого же бренда, мне очень понравилось, как эти две вещи вместе сочетаются, и поэтому я решила заказать сразу и кофточку, и сарафан, но сарафан, к сожалению, пока что еще не приехал, потому что я его заказывала по предзаказу, вот, и его какое-то время должны сначала пошить, а потом уже отправлять. Ну, а кофточка, я так понимаю, у них была уже в наличии, поэтому она приехала раньше, чем сарафан. На Алиэкспрессе он тоже есть, но цена за него там просто какая-то космическая, там сарафан может стоить тысяч пять, плюс еще доставка будет две тысячи, это, конечно, просто жесть, семь тысяч отдать за платье, да, не очень выгодно, поэтому вот такие вот вещи лучше всего заказывать с Таобао, как раз таки. Также на Таобао я заказала себе вот такой вот свитшот с Hello Kitty, он от бренда Only, это, я так понимаю, какой-то довольно-таки известный бренд в Китае, причем у них есть прям фирменные магазины, вот, с этим брендом. Очень классные дизайны, очень качественные вещи, вот свитшот просто идеальный, он хлопковый, такой приятный, вот эти вот нашивки, все такое аккуратненькое, классное, качественное. Стоил он где-то полторы тысячи рублей, ну, в принципе, средняя цена, как у нас в магазинах, в обычных, но, блин, у нас в магазинах наших вы не найдете никогда вещи с Hello Kitty, а если найдете, то это в каких-то очень редких случаях, вот, например, Sensei недавно выпускали коллаборацию с Hello Kitty, но я так и не нашла у них ничего в магазине с Китти, кроме косметички, да. Также от этого бренда я еще заказывала брюки, но они, к сожалению, пока что не в этой квартире, поэтому я вам показать их не могу, но они тоже очень-очень клевые, очень качественные, из такого плотного материала, в общем, да, бренд Only мне тоже очень понравился. Также на Taobao я нашла еще один мой любимый бренд, это Pancrave, ребята. Вот такой вот свитшотик от Pancrave я заказала себе с Taobao, мне он очень понравился на Алиэкспрессе, опять же, я его случайно увидела в рекомендациях, но на Алиэкспрессе он стоил 4200 рублей, типа, как бы, да, за свитшот отдать 4 тысячи, это, ну, такое, на Taobao я его купила за 1200 рублей. Причем это действительно оригинал, здесь бирка, этикетка, все фирменное, все с логотипами Pancrave, магазин Pancrave у них там официальный, вот такой вот прикольный свитшот, здесь еще такие рукава интересные, с такими вставочками, брестящими. Котик, кстати, нашивка, что мне очень нравится, я обожаю, когда это не просто какие-то там, знаете, наклейки на одежде, а именно вот нашивки. Также еще на Taobao я заказала себе вот такую вот толстовочку, она как раз-таки с наклейкой, но, в принципе, она довольно-таки плотная, поэтому я не думаю, что с ней что-то может случиться. Укороченная с капюшончиком, выглядит очень прикольно. На Алиэкспрессе, кстати, я находила такие толстовки за 2000 рублей, а потом за 1300, ну, и как раз-таки на Taobao я купила ее вот за 1300 рублей, плюс еще потом отдала сколько-то там долларов за ее доставку. Вот в этом случае как раз-таки получилось не очень выгодно заказывать с Taobao, но я ее заказала тогда, когда на Алике эта толстовка была доступна только за 2000 рублей. Ну, еще одна толстовочка с Taobao, такая вот с кроликом, который держит в руках бензопилу. Очень мило, я считаю. У нее еще такие прикольные рукава с ремешками. Вот эта толстовка тоже, она была на Алиэкспрессе что-то за 3000 рублей, по-моему, а на Taobao я ее купила за 1200. Так, ну что ж, ребят, в принципе, я рассказала вам все, что хотела. Надеюсь, что мое видео было вам полезным и интересным. Не забывайте, что ссылочки на все вещи я оставляю в описании к этому видео. Также там будет ссылка на сайт YoBuy. Если вы хотите что-нибудь попробовать заказать с Taobao, то можете воспользоваться этим посредником. Там, кстати, за новую регистрацию дают еще 10 долларов на ваш счет, которые можно будет потом использовать либо на покупке, либо на оплату доставки. Но я не советую заказывать вам сразу прям кучу вещей на несколько тысяч рублей. Закажите что-нибудь на пробу, ну, какие-нибудь пару кофточек, или паричок, еще что-нибудь. Просто хотя бы проверить, как это все будет работать, нравится ли вам эта система, все ли вас устраивает. А потом уже, если вам все понравится, то можно, в принципе, заказывать и посылочки на более крупную сумму. На этом я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Вы поставите мне пальчик вверх, потому что вы знаете, что мне будет очень приятно. А на этом я с вами прощаюсь. Я вас всех очень сильно люблю. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok